Друзья, всем привет! И сегодня мы посмотрим на ту самую обещанную камеру, которую я вам обещал. Это Caddx. Камера Caddx. В свое время она мне очень понравилась. Их первая версия, которая стоит у меня сейчас на этом топ-гане. Выглядит она вполне себе интересно. У него очень яркие такие цвета, запоминающиеся либо розовый, либо салатовый, либо какой-то там еще желтый, по-моему, был. Но мне нравятся их оттенки. Они не такие скучные, как у Foxy или Runcam. Подоспела вторая версия этой камеры. Чем она отличается? Отличает ли она вообще? Вот это мы сегодня попытаемся выяснить. Погнали! Так, у них появился мануал. Камера либо 4х3, либо 16х9. Меняется через меню, поэтому берите любую. Здесь, в принципе, это можно настроить. Линза, как видно, у нас здесь 2.1 мм. Входное напряжение от 5 до 40 В. Сенсор они оставили тот же самый. Это Sony Exmor Air Starvis сенсор. Сенсор CMOS, но с обратной засветкой. Очень крутой сенсор. Чуйка просто фантастическа, мы с вами видели. Хотя он достаточно сильно шумит, но, тем не менее, чуйка у него действительно очень классная. Если они, может быть, допилили как-то прошивочку, может быть, у нее картинка еще лучше стала. 1200 ТВЛ они обещают. Вес этой камеры 5,5 грамм, судя по даташите. Ну, я думаю, так оно и есть. Что у нас в комплекте? Комплект, у нас, кстати, коробочка, по-моему, стала гораздо больше. Раньше коробочка была чуть меньше размером. Ну, скажем так, выглядит она один в один. Возьмем скобу, потому что я сейчас буду прикручивать на раму сверху эту камеру, чтобы сравнить напрямую две камеры, где у нас первая версия, где у нас вторая. Отличие на данный момент лишь в том, что здесь у меня резьба немножко грязненькая, в остальном, блин, я вообще не вижу, в чем разница. Так же выглядит PCB абсолютно, но я, наверное, разбирать тогда не буду, поскольку она реально выглядит один в один, просто точь в точь. Вот так же выглядит этот анталовый конденсатор снизу, здесь какие-то нет конденсаторов, здесь какой-то большой конденсат. Разницы никакой не вижу. Сзади у нас надписи тоже, в принципе, не поменялись, поменялось только вот здесь вот. Написано SDR1, здесь написано SDR2. Надо подключать, надо смотреть картинку, наверное, картинка изменилась. Здесь, ну, скажем так, картинка выглядит весьма четенько, во-первых. Тут вот все детальки мелкие, хорошо видно, но какой-то особой разницы, что-то вау-эффекта здесь нет. Я почитал немножко описание на сайте, немножко улучшили цвета, немножко улучшили задержку, немножко улучшили разрешение, но как это работает на практике, сказать сложно. Надо будет сравнить, видимо, одно к одной. Все так же немножко синеет камера, когда не хватает цвета. У камеры, конечно, чуть-чуть фантастическо. Сейчас я сижу в абсолютно темной комнате, и камера просто шикарно видит. Вот я, блин, вообще, гатас. Надо, короче, на ней посмотреть, как она ночью будет работать. Сразу могу сказать, что линза очень широкая. То есть, реально, вот сейчас до коптера у меня приблизительно, ну, наверное, 10-15 сантиметров. То есть, вот, начинается, вот здесь вот коптер заканчивается, вот камера лежит. Монитор и моя рука. И смотрите, моя рука насколько маленькая. Ну, и, конечно же, ночная производительность этой камеры весьма крутая. То есть, сейчас я сижу в абсолютно темной комнате, и немножко баланс белого шалит, да? Судя по всему, да. Она еще там желтеет немножко, картинка. Теперь давайте поставим первую версию камеры. Смотрите на монитор. Запомните, как выглядит картинка, потому что сейчас я поменяю. Если мы не увидим разницы, то нужно будет идти на улицу тестировать. Да. Так, вы видите разницу? Я вот, например, абсолютно четко вижу. Сейчас камера, там, где не хватает цвета, например, вот здесь, все выводит в черный цвет, который потом превращается после шумов в синий какой-то. Соответственно, вот здесь вот камера почему-то очень сильно синит, и вообще камера почему-то, ну, в темном помещении, и сейчас особенно плохое освещение. Вот при таком плохом освещении камера реально немножко синеватый оттенок дает картинке. В то же время вот эта камера, у нее были все цвета идеальные, здесь был черный, черный, здесь было чуть-чуть более яркие оттенки. Настройки сейчас на обеих камерах стандартные, то есть те, на которых камера приезжает с завода, ничего не трогал. Смотрите, перегревается, видимо, процессор пишет уже 74 градуса внутри. Ну да, потому что Omnibus F7 очень сильно греется, действительно греется. Что делать? Надо просто брать это дело и сравнивать один с другим. Мне кажется, что днем они будут показывать более-менее похожую картинку, но мы как раз сравним это дело. Ну а в вечернее время вот эта камера, скорее всего, даст, конечно, прикурить вот этой старой версии, потому что они действительно немножко поправили цвета. То вы не заметили разницы? Ну ладно, тогда я попытаюсь вам ее рассказать, потому что разница действительно минимальная. Суть вообще заключается в том, что вот, например, по этой картинке хорошо видно, камера дает немного более холодную картинку, чуть-чуть буквально. За счет этого небо, конечно, становится чуть более фиолетовым, но и желтые оттенки не преобладают в кадре, а более-менее равномерно получается картинка выглядит, баланс белого становится более приятным. Вот здесь, например, видно, что читаемость картинки за счет этого слегка повышается, особенно, когда вы летаете в таких условиях, где много травы, здесь все-таки все в желтом, а здесь вот зеленые пятна, желтые пятна, здесь все зеленое, желтое и так далее. В общем, более правильные цвета получаются. Несколько раз я хочу обратить ваше внимание на лэнс флееры, которые присутствуют в кадре. Они то ли оптику поправили, то ли линзы какие-то сделали, нанесли какие-то покрытия, может быть. Блик стал теперь не красным, бордовым, а он разложен на спектр, за счет этого его практически не видно в кадре, он практически не бросается в глаза, и во время полета вы его, наверное, вообще не будете изучать, потому что он хоп и быстро пропал. Поговори по поводу перехода баланса белого. Неплохо камера работает в этом плане, да, не идеально, но, наверное, более правильного переключения вы добьетесь лишь в ручном режиме. Камера плавно, мягко переключает баланс белого, то есть чуть-чуть, конечно, он холодноват, когда она разворачивается, но потом он практически сразу возвращается в норму и дальше сильно не скачет. В то же время, например, тот же самый Ник, который недавно показывал ранком с Перу, показывал просто жесть, и цвета прям сильно, очень сильно большой диапазон с какао баланс белого, здесь все-таки камера поаккуратнее действует в этом плане. Вот здесь можно посмотреть по поводу того, что они говорили, что они немножко что-то поправились с разрешением, с четкостью, я разницы особо не вижу. Вот вдаль тоже здесь фокус хороший, разницы я тоже особо не вижу. Куст, ну, куст здесь немножко расплылся, да, то есть, но в остальном разница именно по разрешению, по фокусировке, по резкости, картинке, по количеству деталей я не вижу. Опять, вот, смотрю на солнце, блик, здесь он красным бордовым пятном, здесь он аккуратно разложен на спектр, красиво выглядит, не бросается в глаза. Здесь еще раз можно посмотреть на переход баланса белого, то есть, чуть-чуть холодновато, и нормально снова. То есть, камера достаточно ловко, хорошо, аккуратно работает балансом белого. Ну, и то, ради чего мы здесь сегодня все собрались, это то, как он работает с тенями, то есть, камера действительно в тенях, они поправили значительно. Вот здесь можно сразу заметить, что раньше, который был оттенок, вот этот бордовый, либо синий, темно-синий оттенок в тенях, они избавились от него полностью. Хорошо картинка выглядит, тени выглядят действительно просто темного цвета. Во-первых, за счет этого повышается правдоподобность цветов, картинка приятнее становится, а во-вторых, ну, видно через это гораздо лучше. Опять же, блик на SDR-1 бордовый, здесь его практически не видно, он вот здесь вот слегка разложен на спектр. Ну, и по поводу бордового оттенка, вот здесь тоже можно заметить, что машина, колеса, например, тень от машины, немножко бордового оттенка, в то время как вот здесь, например, это все четко, с темного цвета. В остальном, ну, честно говоря, я какой-то разницы прям колоссально не увидел. Да, оптика лучше, да, вот здесь теперь этот блик хорошо отрабатывает камера, практически его незаметно, но в остальном что-то, ну, такое. К сожалению, друзья, поскольку вторую камеру потеряла, она улетела вместе с коптером, будем сравнивать просто с Micro Sparrow 2. Predator, либо Sparrow, они примерно одинаково работают в вечернее время, там лишь разница небольшая в прошивке, то, как она настроена. Predator, или вот Sparrow, чуть-чуть больше света ловят, все-таки, у них как-то немножко усиление задрано, мне кажется, но за счет большего количества шумов и в черно-белом режиме. SDR не имеет возможности работать в черно-белом режиме, она работает только в цветном режиме и работает, в принципе, на самом деле даже не хуже, и какие-то цвета можно различить, в то время как в ночном режиме, но вот в таком черно-белом камере, конечно, Predator, например, она вытягивает явно больше света, например, вот здесь это видно. Теперь поговорим о переключении между светлым и темным, то есть вы летите, у вас какой-то впереди вас фонарь, после него вы пролетаете и картинка слепнет. Давайте посмотрим на Sparrow, после того, как пропадает свет, камера еще находится в дневном режиме, находится в дневном, в дневном, в дневном, и только потом включается ночной режим. Да, ночной режим хорош, он не спорит, но ему требуется реально примерно секунда-полторы для того, чтобы перечислить. Давайте посмотрим сюда. SDR, а поскольку нет ночного режима, камера все время в режиме цветном, как только пропадает стычек освещения, камера практически мгновенная, то есть счет измеряется там двумя-тремя кадрами, после того, как камера опять начинает что-то разглядеть, можно. Если сравнить, например, чуйку без ночного режима, то вот так выглядит картинка на обычной Sparrow, вот так выглядит картинка на SDR. Как видно, SDR, конечно, вытягивает детали, причем еще в цветном режиме, но когда переходит Sparrow в ночной режим, ну, конечно, она берет вверх. В целом, друзья, что можно сказать? Камера, с одной стороны, интересная, она все-таки дает хорошие качества изображения, с другой стороны, они не так уж сильно что-то изменились по сравнению с первой версией. Да, она стала лучше, да, она показывает более приятную картинку, но если у вас есть первая, например, версия, то сейчас же бежать и обновлять на вторую я смысла не вижу. Также есть какая-то из последних современных камер, типа Predator, Sparrow, Eagle, Monster, что-то такое. Они тоже, в принципе, находятся приблизительно на одном уровне, чуть-чуть хуже, чуть-чуть лучше, где-то свои плюсы, где-то свои минусы. У этой камеры явных минусов прям нет, она работает со всех сторон более-менее прилично, такой типичный среднячок, хорошее качество днем дает приличное качество ближе к вечеру. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Камера интересная, но она такая же, в принципе, интересная, как и первая версия. Пару мелких внедочетов исправили, но сказать, что это абсолютно новая камера с абсолютно новыми возможностями нельзя. На этом все, пока.